И сейчас в Ханты-Мансийске работает наш коллега Гульнара Успанова. Ей удалось побывать в окружной больнице, где на данный момент проходят лечения пострадавшие в ДТП. И вот что она нам сообщила. Добрый вечер, коллеги. Атмосфера в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице действительно очень напряженная. Здесь дежурят даже сотрудники правоохранительных органов, которых в обычные дни здесь не увидишь. Уже сутки прошли с момента поступления первых пострадавших. Все это время без отдыха трудится весь медицинский персонал окружной клинической больницы. К ним на помощь в 3.30 утра прибыла первая группа специалистов из Москвы, в том числе три психолога, которые сейчас также продолжают работать с пострадавшими и их родственниками. Напомню, что сегодня прошел консилиум, который возглавила министра здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. И я сейчас предлагаю послушать подробности о состоянии пострадавших на данный момент. В окружной клинической больнице на лечении по-прежнему остаются 19 пациентов. Из них 14 детей и 5 взрослых. В отделении реанимации находятся 11 детей и 1 взрослый. Все они в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Остальные пациенты находятся в профильных отделениях больницы. Их состояние ничего не угрожает. Оценивается как удовлетворительная или средней степени тяжести. По результатам консилиума было принято решение никого из пострадавших из тяжелого состояния не транспортировать. Наоборот, специалисты сами приедут в игру. Так, с минуты на минуту в окружной клинической больнице ожидается приезд очередной группы из Москвы. На этот раз приводят нейрохирурги, так как большинство полученных травм – это травмы головы. На данный момент говорить о дальнейшем состоянии, делать какие-то прогнозы о состоянии пострадавших. Врачи не берутся. Это можно будет сделать только через 3-5 дней.